а сегодня я вам расскажу про свое новое хобби ну я может быть кого-то и не удивлю кого-то может быть и удивлен для меня например это что-то новенькое смотрите может быть для кого-то тоже будет интересно я знаю что на просторах интернета уже давно это ходит бродит я первый раз взялась за это дело и решила попробовать понравится мне или не понравится кто-то уже догадался из чего сделана эта корзинка а кто-то нет вот для тех кто не догадался я показываю это сделано из трубочек из газетных трубочек да сейчас я вам даже покажу что эти трубочки себя представляют вот трубочки из обычной газеты потом в конце для кого будет интересно я немножечко сделала не помню то ли фотографии то ли видео ну короче по мере того как я все это дело осваивала я немножечко снимала вот так вставляете как прикольно получается ну и потом они естественно были окрашены тоже хитро видите немножечко отличается чтобы получился такой эффект как будто бы это из лозы но за счет того что это из газеты конечно print виден все таки морилка так не закрашивает как например какая-то там краска но я еще только осваиваю это дело поэтому я решила с вами поделиться это первая моя корзинка ну мне понравилось потом она грунтуется без короче технология но совершенно несложная вот я решила попробовать западу ли на это делали не западу вот сейчас принципе они все готовы уже полностью к применению твердая вообще какая муж говорит грибы будем собирать я говорю ну нет конечно грибы не получится я так думаю но смотрю чего только с этой технологии не делают сейчас я еще вторую корзинку покажу представляю на ваш суд вторую корзинку принцип такой же но немножечко по-другому я ее украсила это уже вторая моя корзинка и она с ручками вот принцип точно такой же ну для мастериц кто этим занимается давно конечно скажет ой ну ты тут вообще накуролесила наляпала да конечно я сама вижу какие у меня тут огрехи есть но и потом я не соблюдала главное правило перехода то есть я не прям не прятала когда сращивала но кто понимает тот поймет о чем я говорю а кто не понимает тут и этого не заметит и подумать что так и должно было быть но так как я только отрабатывала всю эту историю и хотела понять вообще буду ли я это за этим заниматься в дальнейшем нравится понравится мне это или нет я посчитала что я не буду заморачиваться мне хотя бы просто вот принцип технологию вот всего это потому что здесь несколько видов плетения у меня и мне просто хотелось разобраться вообще буду я в дальнейшем этим заниматься ли не буду насколько мне вот это вот вся история западет мне в душу конечно занималась я этим по мере возможности то есть иногда я могла и неделями не браться за продолжение а иногда могла сидит там два три часа то есть все говорится тело такое что мне понравилось очень занимает мало места если например что-то тебе надо отвлечься отложила сторону корзинку эти палочки вообще мало места занимают клей вот и все вот а потом отложил там в полуфабрикатном состоянии и опять это ждет пока ты к этому делу подойдешь или по времени или по вдохновению вот и вот посмотрите вот такая она жесткая она я сама себя прервала народ чего только не делает с помощью технологиям но я уж не говорю про корзины большого размера для хранения например каких-то вещей потому что она вы знаете вот очень 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 прям вот плотная вообще с крышками делают потом кашпо и для улицы той там по моему надо специальным лаком обрабатывать у меня сейчас обычный акриловый лак но короче это вот надо специально именно технологию смотреть для разного предметом где он у вас будет находиться в квартире или на улице вот ну и короче всякие поделки игрушки сувениры даже сумочки и картины и кашпо я по мужу говорила я уж не говорю про всякие там конфетницы сухарницы то есть простора просто нет у меня конечно же тоже в голове всякие задумки сидят но пока я сейчас конечно отвлекаюсь на всякие другие дела и вот ну максимум это вот я сделала себе две корзиночки такие вот у меня уже муж одну захапывает говорит все мне она нужна я буду сюда складывать пульта телефона очки очечник там еще чего-то какие-то там свои причиндалы в общем короче вот эту маленькую она у меня скорее всего заберет а вот эту или побольше надо еще не решила короче какой отдам вот показала сестре тоже сняла ей такой ролик вот чем занимаюсь она тоже у нее глаза загорелись ну она вряд ли будет плести потому что она у меня вообще рукодельница очень много вяжет и крючком и спицами у нее очень красивые вещи вот она на это дело подсела еще нарисует картины по номерам вот поэтому на с ней хобби немножечко отличаются вот а кому интересно я сейчас еще поставлю такие вот отрывочки как что чего-то делается да ну и сразу может быть кому-то если вопрос такой возникнет вот эти бумажные гаисба из газеты бумажные полоски режется на определенную длину то есть определенные технологии и скатываются с помощью спицы ну или у кого не спицы кто-то делает отрезают какие-то из проволоки из твердый такой которая не гнется в общем короче народ приспосабливается я приспособилась с помощью спиц спицы продаются в магазинах специализированных вообще труда никакого нет вот ну короче вот кому интересно можете задавать мне вопросы я конечно не супер-купер специалист попробую вам ответить на них кто мешает а все лучше мешает любит у меня тут когда или картина выкладываю стразами обязательно залезет на картину сейчас тоже трубочки я кручу помогает вот такие трубочки у меня получаются это спицы 2 миллиметра я только начинаю поэтому они у меня еще не идеальные надо руку набивать моем случае трубочки были окрашены по-разному специально для того чтобы их перемешать и в изделии получился цвет лозы как будто бы изделия сплетены из настоящей деревянной лозы вот здесь у меня две стопочки одна с перемешанным а другая 1 коричневого цвета а вот так я отрабатывала приемы плетения набивал руку вот на такой картонке чертится специальная схема квадраты для плетения дна фиксируется прищепками для удобства но такое дно у нас уже получилось и такие корзиночки у меня вышли надеюсь они вам тоже понравились приятного просмотра